Привет, народ! Привет, YouTube! С вами снова Блог Неблогера. Сегодня у нас понедельник, а это значит, что мы подводим очередные итоги. Итоги ведения канала на Яндекс.Дзен. Для тех, кто не знает, две недели назад, ровно две недели назад, я запустил Дзен-марафон. Я на ваших глазах создал абсолютно новый канал на платформе Яндекс.Дзен и начал его активно вести. Каждый понедельник в 8 вечера мы с вами собираемся на этом уютном канале на YouTube и смотрим всю информацию. То есть я показываю всю статистику, я показываю все достижения канала, сколько было просмотров, сколько заработал денег, какие постоянно писал. В общем, все-все-все подробно я вам буду рассказывать. Первая часть нашего эксперимента, нашего марафона будет длиться 3 месяца. То есть фактически осталось 2,5. И первая наша задача за 3 месяца, точнее у нас 2 задачи, 2 цели. Перед собой поставили. Первая цель это набрать на канале минимум 10 тысяч, если не ошибаюсь, подписчиков. И вторая цель, ну это самая важная цель, самая главная, которая вас больше всего интересует, это выйти на доходность с каналов 100 тысяч рублей в месяц. Насколько это возможно, реально или нереально, что у нас из этого получится, вы, соответственно, будете каждый понедельник узнавать. Давайте начну, пожалуй, с новостей. У меня есть хорошая новость. Как вы знаете, я в предыдущих выпусках говорил о том, что буду отвечать на ваши вопросы. Но неожиданно для меня вместе со мной взяли старт несколько десятков каналов. То есть люди посмотрели изначально мой эксперимент и решили параллельно со мной вести свои каналы. И я хочу таких людей поддержать и какие-то выявлять ошибки в ведении их каналов, какие-то давать советы. Неожиданно для меня, мне очень многие из тех, кто завели каналы, пишут в личку, просят это сделать. Поэтому каждый четверг в 20.00 у нас будет отдельный выпуск, на котором я буду разбирать, ну, давайте по три канала самых интересных, выявлять ошибки, высказывать исключительно, естественно, свое мнение, основанное на каком-никаком опыте. Для тех, кто не в курсе, у меня на Дзене есть еще основной канал, который является топовым каналом, который имеет на данный момент почти 13 тысяч подписчиков, ну, у которого, в общем-то, собственно, все весьма неплохо. Вот. Так, это из новостей. Значит, сегодня как у нас будет проходить наш видеоотчет? Сначала вам покажу канал, мы посмотрим, чего мы добились за неделю. Кто не помнит, посмотреть предыдущий видеоролик. Там я рассказывал, как я вышел на монетизацию, на это потребовалось 5 дней, если я не ошибаюсь. И вот эту неделю у нас канал полностью работал уже на монетизации, зарабатывал какие-то деньги. Я в амбициозном порыве сделал небольшое предположение, поставил себе достаточно высокую планку, хотел заработать за эту неделю на канале 10 тысяч рублей, но, к сожалению, в принципе, оно вполне предсказуемо. Этого не произошло, а сейчас мы посмотрим, сколько же мы на самом деле заработали и вообще, что на канале происходило. Давайте начинать. Я запускаю запись экрана и мы переходим к самому экрану непосредственно канала. Вот так сейчас выглядит наш канал. За эту неделю я опубликовал совсем немного постов. Если быть точнее, то всего лишь навсего 6 штук. С чем это связано? Связано это с двумя, на самом деле, моментами. Во-первых, мне нужно было съездить по работе в Москву, поэтому несколько дней я не мог полноценно нормальные статьи писать на этот канал, поэтому постов было мало. Во-вторых, я хотел для себя проверить, насколько сильно скажется так называемый спад в периодичности, потому что первую неделю я опубликовал по два, несколько дней опубликовал по три поста. Ну и вот в эту неделю решил, во-первых, проверить, как будет продвигаться канал, если публиковать постов поменьше. А во-вторых, мне было интересно разобраться, какая же тематика, какая же специфика, скажем так. Тематика у меня одна, это поиски старых вещей на барахолках и так далее. Но, тем не менее, я в статьях даю какие-то советы, рекомендации, рассказываю какие-то истории. Вот мне было интересно на этой неделе написать разные посты, объединенные до одной тематикой, но в разной стилистике и разные по смыслу. И посмотреть, что же из этого всего зайдет. Давайте посмотрим. Начнем, пожалуй, со статистики. А, ну для начала карма. Сегодня давали карму, у меня карма 59, на прошлой неделе была 64. Упал показатель роста аудитории, потому что на прошлой неделе мой канал увеличился до 101 человека, то есть с нуля до 101 человека. На этой неделе рост уменьшился немножко, всего сейчас на канале 164, прошу прощения, подписчика. То есть за неделю, ровно за неделю, мы набрали 63 новых читателя. Это, естественно, отразилось на карме. Сразу хочу пару слов сказать насчет кармы. Много вопросов по поводу нее задают, и многие не понимают, что это такое. Карма никаким абсолютно образом не влияет на успешность вашего канала, на количество того трафика, который дает Яндекс.Дзен. Карма – это ваш личный инструмент, благодаря которому вы можете увидеть слабые стороны своего канала. Вы можете зайти в нее и посмотреть самые низкие показатели, в каких областях, по каким пунктам. И, кроме того, здесь есть еще вот возле каждого такого, возле каждой оценки есть знак вопроса. На нее можно нажать и почитать, что конкретно нужно сделать для того, чтобы этот показатель улучшить. Еще раз повторюсь, на этот вопрос отвечаю раз и навсегда. Карма на количество показов в ленте ваших материалов, на количество трафика, она никоим образом не влияет. Это чисто ваш инструмент, созданный специально для вас, для того, чтобы вам было легче увидеть свои ошибки и на что-то поднажать. Дальше идем на статистику. Давайте, наверное, ее сделаем по датам. Так, мы сейчас у нас декабрь месяц, давайте посмотрим с 3 декабря по сегодняшний день. Итак, что мы получили? Мы получили 12250 дочитываний за эту неделю. Самый популярный пост у нас был прошлый понедельник про монету 50 копеек, которую можно продать за 400 рублей. Это редкие монеты, я про них рассказал. И, в общем, он очень заинтересовал аудиторию. Потом был серьезный спад. Спад, я думаю, что связан с тем, что система еще какое-то время будет, скажем так, анализировать все материалы. То есть, в том числе рекомендовать их не тематической моей, не целевой аудитории, для того, чтобы понять, кому они интересны, кому они не интересны. Дальше, после того, как я весь отчет сегодняшний сделаю, я еще буду отвечать на ваши вопросы. И там таких вопросов очень много. Поэтому не будем сейчас заострять внимание. Сейчас давайте просто статистику посмотрим. Если кратко, потому что видео у нас уже опять 10 минут почти записано. У нас было 8 публикаций. Почему 8? А я насчитал 6. Так, давайте еще раз вернемся к каналу и посмотрим, что мы на этой неделе записали. А, все, понял. Просто дело в том, что в прошлый выпуск я делал тоже в понедельник. И вот эти посты уже я показывал. Соответственно, из новых, которых я в прошлый раз не показывал, их 6. 8 публикаций, 12 250 дочитываний. Охват нам дали 192 426. Сегодня очень хорошо выстрелил один пост. И обратите внимание, вот сразу, в прошлый понедельник точно так же выстрелил, очень хорошо выстрелил. Мы дали 107 тысяч показов. Пост как раз про редкие деньги, про редкие монеты. Сегодня я в качестве эксперимента написал такой же пост про банкноты. И он опять набрал огромный охват и неплохое количество, хотя намного меньше, чем предыдущий пост. Для того, кто задался вопросом, что почему, кстати, заработали, мы, как видите, 641 рубль. Для того, кто, может быть, посчитает, что у нас упали, скажем так, показатели. На прошлой неделе они были больше. Они действительно упали. Причины я объяснил. И кроме того, вот на эти показатели я вам рекомендую не обращать внимания, по крайней мере, первый месяц работы. Потому что это достаточно сложный механизм, сложный алгоритм. И более-менее какие-то прогнозы и какие-то выводы можно делать, ну, как минимум, если вы ведете канал правильно, четко, конкретно. И ваш канал не нарушает правила, сделан исключительно из авторских материалов. То в лучшем случае через месяц, через полтора будет примерно понятно, что из него в дальнейшем вырастет. Все это мы будем с вами проходить. Все это мы будем с вами обсуждать. Поэтому наберитесь терпения и, соответственно, следите за новостями. Что ж, друзья, по поводу отчета. Я вам все показал еще раз, заостряю внимание, что заработали мы 641 рубль. Но также обращаю ваше внимание, что это цифра баланса на 8 декабря. Потому что сейчас баланс зачисляется по зданиям на двое суток. То есть вот сегодня у нас 10 число. А баланс у нас висит за 8, то есть за 9, за 10, за вчера и за сегодня. И он еще здесь не отображается. Поэтому мы в понедельник делаем отчет. Поэтому так и будем считать. Фактически это баланс с субботы до субботы. Чтобы вам было понятно. Из показателей, которые еще важны, это среднее время дочитывания. Очень важный показатель у нас 2 минуты 37 секунд. Это очень хорошо. Потому что все, что больше полутора минут, это очень неплохо. Больше двух минут, это великолепно и замечательно. Карта дочитываний средняя 81%. Но здесь затесались вот такие вот посты, которые набрали карту дочитываний 62%, 70%, 71%. Опять же, на прошлой неделе были показатели очень высокие. Там больше 90%. Но после выхода на монетизацию, алгоритм Дзена начал активно рекомендовать почитать эти посты тем людям, которым они априори не интересны. Но из вот этих вот, скажем так, других тематик он пытается вычленить какую-то аудиторию для моего канала. И для себя лучше понять, кому мои посты рекомендовать. Поэтому этого бояться на первом этапе абсолютно не нужно. CTR у нас 7,8%, что, соответственно, тоже неплохо. Показатели по CTR у нас весьма неплохие. Многие задают вопрос, кстати, по поводу CTR. То же самое. Чем старше становится ваш канал, тем этот CTR может быть в меньших пределах, скажем так. Любой CTR свыше 3,5% это уже неплохо. Свыше 5% это прям хорошо. 10 и выше это космический результат и удается добиться его немногим. Но тут нужно понимать и обязательно смотреть, чтобы это было все в совокупности. В совокупности средних дочитываний. То есть если у вас CTR будет 16, но при этом среднее время дочитываемости будет 40 секунд, это не есть хорошо. А если у вас 2 минуты 37 секунд в среднее время дочитывания CTR 7,8, это великолепный результат. То есть к чему я это веду? К тому, что я абсолютно и полностью доволен работой канала. Наш эксперимент продолжается. Мы будем его активно дальше продолжать вести. И, соответственно, каждую понедельник в 8 часов вечера я буду с вами делиться всей информацией. Кроме того, относительно поездки наверняка вам интересно. Во-первых, я ездил на мероприятие, которое проводил Яндекс.Дзен, называется Яндекс.Пятница. Проходит он раз в месяц. И есть еще Яндекс.Дзен.Понедельник и есть Дзен.Пятница. О них я вам чуть подробно в другой программе расскажу. Но кроме посещения вот этого мероприятия, я еще съездил в пару мест интересных, прокатился по парочке барахолок и накупил достаточно внушительное количество всевозможных интересных безделушек. И начиная с завтрашнего дня буду активно показывать и рассказывать в том числе о своих покупках. Потому что спустя две недели, сейчас третья неделя ведения канала наступает, я хочу сделать упор на систематизации своего контента. То есть я хочу, во-первых, сделать так, чтобы выпуски выходили, посты на выходили в определенное время. Например, ну, вилки там с девяти до одиннадцати вечера и, допустим, с пяти до восьми. Неделю я буду так экспериментировать, потом посмотрю, если какие-то из этих постов, из этих разновидностей, из этого времени будут значительно отличаться друг от друга. Буду это время пытаться переставлять, потому что это тоже важный показатель, в какое время публиковать ваши посты. Потому что, ну, одна часть аудитории, заинтересованная чем-то конкретным, она, например, пользуется дзеном в обеденный перерыв где-то в офисе. А какие-то, если у вас тема рассчитанная на пенсионеров, они вечером часов в семь сидят на кресле-качалке, там это все смотрят. Кто-то с работы едет, читает. В общем, это тоже надо все подбирать, но это уже немножко другая история. Точнее, история та же самая, но мы ее будем с вами обсуждать чуть-чуть позже. Так, останавливаем запись и продолжаем с вами разговор. Как и обещал, сейчас я буду отвечать на ваши вопросы. Вопросы я сегодня озвучу все, которые пришли под предыдущее видео. Вы прямо сейчас можете начинать задавать свои вопросы уже под этим роликом, и я постараюсь, ну, по крайней мере, на большинство из них обязательно ответить в следующий раз. Но обратите внимание, что если вы хотите получить какую-то оценку своего собственного канала, сделать обзор на это, ну, чтобы я посмотрел канал, высказал свое мнение, что не так, что, по-моему, мне не нужно изменить и улучшить, то такие ролики будут выходить по четвергам. Следую, в этот четверг, соответственно, через три дня можете смотреть первый выпуск в 8 часов вечера. Все, ребят, давайте теперь быстренько, погнали. Спасибо за интересную информацию, пишет Елена Константинова. Вы решили задавать, разрешили задавать вопросы. Правда ли, что YouTube закроют в России в связи с авторскими правами после Нового года? Так, это к делу не относится, мы про дзен с вами сегодня разговариваем. Так, как с этим дела обстоят на дзене? И третий вопрос. Дзен только на территории России или жители других государств Беларуси и Украины могут быть дзензистами? Ну, поскольку вопросы связаны, правда ли, что YouTube закроют на территории России? Нет, это неправда. Сейчас активно обсуждается так называемый закон номер 13 об авторских правах, точнее, изменении отношения к авторским правам в Евросоюзе. И есть вероятность того, что этот закон будет принят. Возможно, я не слежу, просто особо, возможно, его уже приняли. Если его примут в том виде, в котором его анонсировали, то существование, скажем так, платформы YouTube на территории Евросоюза очень под большим вопросом, потому что там будут банить видеоролики практически за все. Даже за то, что ты там где-то лейбл какой-то засветил, и сидишь в рубашке с логотипом Nike. Все, нельзя. Как в телевизоре надо все блюрить, надо все закрывать, чужим материалом пользоваться нельзя, товарными знаками нельзя. Короче, ничем нельзя, а 95% тех роликов, которые есть на YouTube в целом, они подпадают под этот закон. С дзеном такого, к счастью, нет. И дзен, в первую очередь, это русскоязычная платформа, поэтому на Запад он не особо сильно за пределы России. За пределы даже не России, а русскоязычного населения особо не распространяется. Его, конечно, читают в том числе и в Америке, и в Европе, но читают, опять же, русскоговорящие граждане, те, кто переехал и так далее. Поэтому дзену точно такое не грозит, как и YouTube на территории России. Никто его закрывать не будет, и здесь обсуждений таких не ведутся. Это из серии, знаете, слышу звон, не знаю, где он, не переживайте, в России все прекрасно и хорошо. На этот раз вот так вот получилось, что все пытаются подвести к тому, что у нас нет гласности, и у нас его там хотят запретить именно из-за того, что свобода слова нарушает. А вот такой вот калинкор получает, что на самом деле в Европе он будет запрещен. И что касается жителей, граждан Беларуси и Украины, вести канал может кто угодно, вопрос заработка. То есть, насколько я понимаю, я не могу сейчас на 100% ответить на этот вопрос, но насколько я понимаю, что вообще на дзене существует два вида заработка. То есть, заработок прямой, когда тебе платит сам Яндекс, размещая свои рекламные блоки, и второй способ заработка, который вы сами размещаете эти блоки и сами разбираетесь со своими налоговыми, со всеми там инстанциями и так далее. Я так думаю, что по второму варианту работать можно и гражданам Беларуси, и Украины, но это скорее зависит от тонкости вашего законодательства, а не Яндекса. Яндексу фактически все равно. Так, дальше. Давайте это мы пропустим, это обзор канала я сделаю в следующий раз. Сегодня только комментарии. Поэтому прошу прощения, я обещал, что сегодня будут разбор полетов вот этих каналов, но они выйдут в четверг, потому что мы сегодня просто не успеем. Вот уже я смотрю на таймер, 22 минуты уже идет видео, слишком длинное, не любят люди такие длинные смотреть. Так, следующий Виктор Лофинг. Монетизация за 5 дней это не проблема, а вот как зарабатывать потом это вопрос, если с ютуба всех подписчиков переписать. С СТР бывает и 20% с процентов дочитания больше 95, а показов шиш маслом. Причем до этого последняя статья набирала 45 тысяч. Непонятно, как алгоритм работал, если пост, который был интересен для пользователя по показам, набирает в 10 раз меньше показов. Объясняю, о чем ведется речь. Очень часто этот вопрос обсуждают на всевозможных форумах, в пабликах, когда одной статье дают 10 тысяч показов, и она набирает 2 тысячи дочитываний. А другой статье дает 100 тысяч показов, а она набирает 1 тысячу дочитываний. Почему так происходит? Очень просто. Это связано с тем, что алгоритм Дзена продолжает искать для вас аудиторию, либо подбирать новую аудиторию. И когда такое происходит на вашем канале, это скорее повод для радости, нежели чем для огорчения. То есть в том случае, когда вот этот CTR высокий, это значит, что ваш материал показался системой, показался алгоритмом только тем, кто на 90% в показе такого материала заинтересован. Это хорошо, что вы набрали такое количество просмотров, но это плохо на дальнем рубеже, потому что новых людей вы таким образом не найдете. То есть алгоритм вынужден постоянно находиться в неком поиске, даже на моем основном канале, которому уже там больше полугода, такие истории иногда случаются. Бывает там в течение недели, там по нескольку постов набирают, например, с одной стороны гигантское количество показов в ленте, но набирают очень маленькое количество дочитываний. Поначалу я тоже по этому поводу переживал, потом понял, что спустя 2-3 дня все прекращается и средний показатель именно дочитываний, он не просто выравнивается, он на несколько процентов увеличивается. Потому что во время вот этих нетематических показов удалось алгоритму вычленить какое-то количество потенциальных подписчиков для моего канала. Это очень здорово, это очень круто, поэтому по этому поводу надо не переживать, не расстраиваться, а только радоваться. На длинной позиции, то есть по прошествии 3-4-5 месяцев, вы это сами поймете, сами в этом убедитесь. Следующий вопрос. Я веду контент, я веду контент по покупке на Алиэкспресс, рекламирую их качественные товары, даю ссылки на них, а также делаю распаковки и так далее. Как вы считаете, данный формат контента будет работать над Зен? В таком виде, в котором мы писали это вы, это работать не будет. Объясню почему. Зен рассчитан на то, что вы даете, во-первых, уникальный контент, во-вторых, авторский контент, а во-вторых, законченный контент. То есть, если вы берете какой-то товар с Алиэкспресс, и цель вашего поста заключается в том, чтобы максимально подробно, во всех деталях, во всех тонкостях, во всех мелочах разобрать этот товар, такой контент очень даже будет востребован, его будут смотреть, Дзен будет его рекомендовать, и все будет замечательно, прекрасно. Но если вы берете какой-то товар, делаете пару фотографий, рассказываете то, что и до вас знали, из чего он сделал, какие-то краткие характеристики, и при этом еще и даете ссылку реферальную на то, чтобы люди переходили и его зарабатывали, такой контент, во-первых, не получит никаких показов, потому что главная цель такого контента – это осуществить перехват, скажем так, трафика и пустить его по внешней ссылке, это не приветствуется. Приветствует создание качественного интересного контента, то есть вот вы взяли, например, я не знаю, что, вот микрофон, да, и рассказываете, какой он, что он, как вы им пользуетесь, зачем здесь изолента, например, приклеена, какие батарейки лучше использовать, сколько они держат, и, в общем, вот на живых реальных примерах вы рассказываете про какую-то вещь, про какую-то технику, про какое-то оборудование. Вот такой контент можно делать, и в конце можно, конечно же, указать ссылочку для тех, кто этим товаром заинтересовался. Надеюсь, что объяснил понятно. Следующий вопрос, следующий вопрос от Евгения. Я на монетизацию вышел за 5 дней, очень хорошо выставила одна статья, еще пару дней новые посты хорошо набирали дочитывание, потом началась какая-то ерунда, пока заесть, а просмотров и дочит, кот наплакал, причем как уникальные статьи, так и на рерайт, логика Дзена, странные каналы и так, ну и так далее. Вот опять же, опять же о том же речь, о том, о чем я говорил. Друзья мои, это как раз тот пример, когда Дзен пытается вычленить дополнительную аудиторию для вашего канала, поэтому он бьет ненаправленно, то есть вот он определил, да, вы написали там суммарно, допустим, 20 статей, да, и он определил, что вот эти 100 человек или там эти 1000 человек будут читать ваш контент, и из этих 1000 там 800 человек всегда читают ваш контент. Он им, естественно, этот контент дает, но в какой-то момент он понимает, что вы работаете, вы стараетесь, поэтому эти 800 человек нужно расширить, нужно собрать уже не 800 человек, а нужно, чтобы вас начали читать 3000 человек, и он начинает вашу аудиторию, например, вот в моем примере, контент, который рассчитан на тех, кто интересуется покупками с барахолки, рекомендовать тем, кто интересуется автомобилями, потому что среди тех, кто интересуется автомобилями, все равно можно найти людей, которые заинтересуются вот этими вещами с барахолки. Естественно, процент этих людей с этой рубрики будет значительно меньше. Поэтому и дочитывание меньше, поэтому и, соответственно, вот этих вот просмотров статей тоже меньше. Но, тем не менее, они есть, и вы получаете дополнительный охват. И мой вам совет, когда такое происходит с вашим материалом, набирайтесь терпения, пишите больше, пишите качественно, никакого рерайта, никакого копирайта впихивать туда не надо. Все, у вас получится, все будет замечательно и хорошо. Следующий вопрос. Маргарита спрашивает. Сергей, я начала вести свой канал на Дзене с 1 декабря. Она говорит, а, прошу прощения, это просьба как раз разобрать канал. Маргарита, еще раз извиняюсь, я обещал, что сегодня будет разбор полетов, но вы видите, сколько уже длится ролик, просто толку от такого разбора будет немного, кроме вас, эту информацию мало, кто досмотрит до конца. Поэтому в четверг в 20.00 ждите подробнейший отчет, подробнейший разбор вашего канала. Так, Дмитрий Суворов спрашивает. Вопрос. Если я в статье описываю свой новый выпуск с YouTube-канала, пишу, о чем оно, какие нюансы, привожу примеры из видео, а в конце оставляю сам ролик и прошу посмотреть его более подробно. Будет ли считаться статья алгоритмом Яндекс как нарушение? Нет. Нарушением ваша статья являться, конечно же, не будет, но на какие-то более-менее серьезные показы, дочитывание и трафик тоже рассчитывать не нужно. Почему? Потому что, несмотря на то, что, с одной стороны, ваш контент является авторским, главная задача вашего поста, который вы перед собой ставите, это чтобы люди посмотрели ваш ролик, то есть, по сути, перешли на другую платформу. Если вы в текстовом виде пишете огромную статью, вот, ровной величиной с этот пост, а в конце добавляете ролик и пишете, что для тех, кто хочет посмотреть в видеоформате, вот, пожалуйста, видеоролик. Вот в таком случае можете делать. Зритель, точнее, читатель Дзена должен иметь возможность в первую очередь получить всю необходимую информацию, то есть 100% объема той информации, которая заложена в ролике, в рамках текстовой версии статьи. В этом случае это не будет ни нарушением, это будет очень хорошо, это будет ваш авторский контент, и, поверьте, Дзен не заставит долго ждать, и ваш канал заметит, и алгоритм начнет давать на него показы. Какие-либо рекомендации дает Дзен по поводу темы канала «Уникальность периодичности публикации»? Требуется ли открытие ИП? Хороший вопрос, значит, по поводу темы канала. Я уже говорил в прошлом выпуске, что никаких приоритетных тем на канале не существует, точнее, на Дзен не существует, никаких более выгодных, более интересных тоже не существует. Все зависит исключительно от того, насколько уникальный вы делаете контент. То есть, если вы пишете про то, что случилось с Бузовой, или какие политики, где собрались на какой-то саммит, или о том, что в газетах рассказали, как подорожал сахар, это не ваш контент, это пересказ чужого контента. Даже в том случае, если вы выдаете какую-то информацию, такую, ну, скажем так, вы лично это все посмотрели, размышляете и даете свою оценку, это все равно немножко не то, это немножко не формат Дзена. А вот если вы работаете стоматологом и рассказываете реальные истории, и даете реальные советы, как сохранить зубы, их основаны на своей практике, это круто. Еще лучше, если вы работаете каким-нибудь трубочистом, то есть настолько редкая профессия, что вероятность того, что придет еще один трубочист вести канал, или, в принципе, где-то на просторах интернета ведет какой-то блог, очень мала. То есть, процентное соотношение уже имеющей информации к тому, что напишите вы, он мизерный. Даже в случае со стоматологами, все-таки, ну, есть стоматологи, которые ведут свои блоги, пусть на других платформах, но Яндекс, естественно, о них знают, все-таки поисковит номер один. Поэтому, чем более уникальная будет у вас тема, тем лучше. Ну, естественно, важно писать, стараться писать без ошибок, важно уметь передавать информацию красивым, грамотным, лаконичным, простым человеческим языком, и, соответственно, после того, как трафик-то вам дзен даст, зрителей надо на своем канале удержать, а это уже все только в ваших руках. Что касается открытия ИП, как уже говорил в начале, тут две истории. Вы можете работать напрямую с рекламными блоками Яндекса, которые вам Яндекс.Дзен предоставит. Для этого вам нужно отправить будет, когда вы выйдете на монетизацию, с НИЛС и ННН. И, соответственно, с этого момента за вас будут платиться и налоги, за вас будет платиться отчисление в пенсионный фонд. То есть всю вот эту рутинную, рутинно-финансовую обязанность на себя возьмет Яндекс.Дзен. Вы просто пишете, вы сосредоточены только на своем хобби, на своем любимом занятии. И это еще одно просто грандиознейшее отличие от других платформ. Даже вот такие вот вещи Дзен взял на себя. Это круто. Либо второй вариант. Вы подключаетесь к так называемому, сейчас даже дословно скажу, как он называется, этот способ, подключение на размещение прямых продаж рекламных сетей. То есть вы подключаетесь вот по этому способу и сами на каких-то биржах, каких-то рекламодателей, в общем, сами крутитесь, сами вертитесь, получаете все 100% денег, но уже по закону Российской Федерации, естественно, вы должны иметь, платить налоги, иметь ИП и так далее, и так далее, и так далее. То есть это не обязательно, но если вы хотите так, то можно. Откуда вы берете картинки с интернета или делаете свою уникальную? Брать картинки из интернета Яндекс.Дзен не запрещает. Но при всем при этом надо понимать, что любая фотография, любое изображение, любая иллюстрация имеет свои права. То есть кто-то является изначально автором этой фотоработы или иллюстрации, и раз на раз не приходит, но кто-то, может, увидев свою работу, что вы ее используете, зарабатываете на этом денег, на вас, по сути, пожаловаться. В этом случае, естественно, Яндекс будет на стороне правообладателя, это правильно. Заблокирует ли ваш канал? Я думаю, что нет. Ну, за исключением тех случаев, если ваш канал и ваши статьи на 95% состоят только из картинок. Я такие каналы видел, когда там топ каких-нибудь, не знаю, там сибирских пирогов, и вместо большой, объемной информационной статьи просто 10 фотографий подписанных. Это, конечно, дичь, тем более, что фотографии вам не принадлежат, и с какого перепуга, как говорится, вы будете зарабатывать на чужом труде. Соответственно, картинки можно брать, но в разумных пределах и с определенной степенью осторожности. Если хотите гарантированно избежать любых неприятностей с этим связанных, делайте свои фотографии. Я, естественно, стараюсь делать фотографии свои, но далеко не всегда, и не в каждой статье у меня такие фотографии есть. И в большинстве случаев я пользуюсь бесплатными фотостоками, которых сейчас очень много. Просто заходите в Google, вбиваете надпись, точнее, поисковый запрос фотографии с разрешением на коммерческое использование. Бесплатный фотосток, что-нибудь вот в этом духе. Вам выдаст достаточно много ссылок, вы можете туда заходить, вбивать в поисковую систему самого сайта информацию о фотографиях, которую вы хотите найти, выбирать и использовать уже абсолютно легально. То есть, если вы с такого сайта взяли фотографию, уже вам никто, скажем так, претензий предъявить не может, потому что они в свободном доступе и с разрешением вот с этой лицензией. Creative Commons называется эта лицензия. Так, ну и последний вопрос. Исходя из вашего опыта, лучше делать канал на одну определенную тематику, или можно писать статьи на разные темы, между собой никак не связаны. Например, изучение странных языков и здоровый образ жизни. Ну, тут на самом деле даже мой опыт не нужен, есть просто необходимость более подробно изучить рекомендации Яндекс.Дзена. То есть, в теории вы, конечно, писать можете хоть на 10 тем, хоть полную билиберду и кашу банную, там, какую угодно. Но, если вы хотите сделать успешный канал, чтобы он продвигался, алгоритм, который занимается, вот, тем самым, скажем так, формированием трафика для вашего канала, он должен понимать, о чем вы рассказываете, о чем вы пишете. Поэтому, одна из важнейших рекомендаций, и отчасти, можно сказать, даже требований Яндекс.Дзена, чтобы один канал, одна тема. Если вы хотите рассказывать на разные темы, заводите просто несколько каналов. Это правило мне запрещено, можете хоть 10 штук их создать, если найдете все силы, все 10 вести. То есть, отдельно про иностранные языки, отдельно про здоровый образ жизни. И будет вам счастье, будет вам хорошо, прекрасно, и, как говорится, все у вас получится. Вот, поэтому, поэтому, здесь еще у меня один вопрос, опять же, про канал. Еще раз напоминаю, в четверг, посмотрите, пожалуйста, будет отдельный выпуск. Так мы его, наверное, прям плейлисте создам, разбор полетов Яндекс.Дзен, и будем там разбирать каналы. Если вы хотите свой канал попросить разобрать, указать на ошибки, то, соответственно, пишите только не под этим видео, а вот под тем, которое выйдет в этот четверг, я буду на следующей неделе выберу три канала самых таких интересных, о которых есть о чем поговорить, есть на чем обратить ваше внимание, и есть что рассказать. Все, ребят, очень длинный ролик получился, я искренне прошу прощения, но старался, как мог, дать вам максимально полезную, интересную информацию, и вроде как ничего лишнего я, собственно, сегодня не рассказывал, все по делу, все по существу. Продолжаем наш эксперимент, следующее видео с отчетом выйдет ровно через неделю, в понедельник в 20.00, поэтому следите за каналом, не забывайте подписаться, поставить колокольчик, это сейчас очень важно, поскольку YouTube, в отличие от Яндекс.Дзена, что-то стал очень сильно лениться, сходить с ума, и как-то вот совсем грустненько себя в последнее время ведет, ну да бог с ним, у нас теперь есть Яндекс.Дзен, к чему мы безумно рады. Все, жду от ваших новых комментариев, новых вопросов, ставьте оценки этому видео, кому понравилось лайк, кому не понравилось дизлайк, пишите комментарии, в среду, в четверг в 20.00 жду вас на разбор полетов, а в следующий понедельник, соответственно, жду вас на очередной отчет по нашему марафону Яндекс.Дзен. Спасибо, что посмотрели, был рад всех вас видеть, еще раз прощения за то, что ролик получился длинный, но надеюсь, что для вас он оказался полезным. Всем большое спасибо, всем удачи, счастья, здоровья, любви, пакета.